Сегодня в расписании главы муниципалитета Алексея Спаскова первым пунктом стоит посещение новой поликлиники в ЖК «Зеленая аллея». Дом, в котором она находится, был возведен еще в 2018 году, а вот работа над строительством лечебного заведения затянулась. Сейчас оно приобрело практически законченный вид. На стенде с расписанием работы специалистов нет ни имен врачей, ни времени, когда они принимают. Также пусто и на ресепшене, и в этих просторных коридорах. Но со всей определенностью можно сказать, что самый главный вопрос, который волновал жителей «Зеленых аллей» – будет ли у нас своя поликлиника, теперь уже абсолютно точно снят. Сейчас идет активный набор персонала. Денис Коваленко – врач-терапевт. Именно он скоро вступит в должность заведующего поликлиникой. В настоящий момент Денис Николаевич повышает квалификацию, постигая нелегкую науку управления медицинским учреждением. Новая профессия, я считаю, все с нуля. Я пока на обучении, на самом деле. То есть я сижу в зав. поликлинике, зав. терапевтическими отделениями, обучаюсь всему. Веду прямо население, решаю какие-то вопросы, какие-то проблемы возникают в течение рабочего дня. Обучаюсь с заполнением документации. Поликлиник рассчитан на 100 посещений в день, что способно покрыть потребности в медицинских услугах жителей микрорайона. А сейчас здесь проживает порядка 12 тысяч человек. В ходе экскурсии, которую провели для Алексея Спаскова, обсудили и ряд проблем. Не открыли, еще не раскрыли. Они упакованы. А так все есть. Компьютеры есть. Очень удобно, что кондиционеры даже есть в кабинетах. То есть для удобства. Кодок есть. Плитчика. Да, осталось только вот. Плитчика. Недаром глава округа сделал акцент на отсутствие плитки на стенах. В ряде кабинетов ее действительно нет, что является препятствием для получения лицензии на ведение медицинской деятельности. К сожалению, все режимные кабинеты, которые у нас здесь есть, не соответствуют тем санитарным нормам, санпинам, которые утверждены нашим Минздравом. И нету плитки, самое главное, которая должна быть в кабинетах. Она покрыта эмульсионной краской. По заявлению застройщика, проблема эта будет решена в кратчайшие сроки. Также необходимо установить оборудование и провести компьютерные коммуникации. Все работы, которые мы сейчас проговорили, ориентировочно 1,5-2 месяца, а сейчас застройщик ему отработан, чтобы максимально быстро в рамках этих сроков все это было сделано. Соответственно, будем открываться. После открытия жителям станут доступны врачи-терапевты, невролог, эндокринолог, офтальмолог, лор-хирург, травматолог, а также процедурные кабинеты, УЗИ и дневной стационар. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.